всем привет дорогие друзья предлагаю сегодня просто поговорить посмотреть на биткоины на дэш и просто порассуждать что скорее всего будет дальше на криптовалютном рынке что в принципе я буду делать и что я уже делал дорогие друзья в общем я неоднократно говорил то что будет сквиз будет коррекция и в принципе на данный момент мы что-то типа такого и видим по факту мои планы они не поменялись я ждал просадку я ее получил я докупился я доволен полагаю я что мы пойдем возможно еще ниже потому что на данный момент у нас такое соотношение лангов и шартов то есть ничего по факту особо не поменялось мы видим преобладание лангов а это на бычьей структуре разумеется плохо отразиться в любом случае потому что нам нужно выбрить разумеется этих лангистов после того как лангисты будут выбриты мы пойдем в рост следите за данным показателем и просто будете знать где рынок сейчас находится и куда рынок скорее всего пойдет дальше поэтому обращайте на это дорогие друзья внимание также выкладывал я свой telegram данную метрику с глаз нода который говорится что волатильность биткоина продолжает падать и обновляет 12 месячные минимумы собственно рано или поздно отсюда будет отскок мы увидим разумеется рост и все будет хорошо поэтому дорогие друзья в любом случае это неизбежно рост биткоина в будущем неизбежен а это повлечет за собой рост альты которая ничего не показала такая как дэш принципе уделим еще внимание айси пи потому что данную монету я тоже набираю набирал и буду продолжать набирать также монеты zcash которую я тоже набирал набираю и буду продолжать набирать почему потому что вижу потенциалов данных монетах айси пи это более такой новый эшелон данная монета вышла на рынок не в самое благоприятное время и это повлекло за собой падение цены мы сейчас видим ценовые отметки на данных отметках и в принципе я использую данную возможность потому что я предполагаю что данная монета будущем отлично себя покажет за счет своей технологии то есть это основоположник децентрализации это интернет веб 3 и разумеется это наше будущее в целом кто-то покупал по 400 долларов кто-то покупал по 300 кто-то по 200 я же покупаю по 17 долларов и доволен данной коррекции дорогие друзья может ли упасть еще ниже конечно может все может сосками за все может исчезнуть но тем не менее я принимаю этот риск я инвестирую я верю в данную криптовалюту как в принципе и в дэш и в остальную крипту которую набираю и минуточка дорогие друзья про зи кэш в зи кэш я тоже верю зи кэш я тоже держу и полагаю что будущем все отлично отработает во первых мы еще не подбирались к своим all-time хаям аналогичная ситуация была и на дэш и то есть посмотрите где колеблется данная криптовалюта рано или поздно будет памп и это все будет ровная линия то есть мы увидим бешеный потенциал по данным о них я более чем уверен все будет расти так как никто не ждет в любом случае на данный момент я тоже продолжаю накапливать данную монету если дадут купить еще ниже конечно же буду забирать и буду жадно собирать потому что я верю в данные криптоактивы собственно список который здесь есть я все набираю собственно я набираю еще интересную криптовалюту собственно верю в оси пивель в зи кэш верю в дэш верю bitcoin верю в продолжение роста в целом потому что действительно у крипто рынка большое будущее и крипто в целом это будущее потому что без крипты просто никуда крипто это децентрализация крипто это все и никаких налогов и никакой централизации и просто-напросто я верю в данную технологию потому что я действительно уверен что это наше будущее наше будущее в децентрализации наше будущее разумеется в криптовалюте поэтому без криптовалюты вообще никуда собственно на данный момент я вижу то что дорогие друзья я и хотел видеть я увидел коррекцию я в принципе докупался и формировал свои покупки если дадут ниже я буду покупать еще ниже потому что нужно в принципе покупать пока дают это в принципе отличная возможность чтобы закупиться в любом случае отличная возможность потому что я не покупаю на росте я покупаю только на падении и на данный момент допустим помоните дальше видно что мы находимся на днище в принципе в глобальной картине если посмотреть то видно что мы не выходили из своего накопления которое было на медвежьем рынке потому в принципе я ожидаю бешеного потенциала от дэша потому что дэш ничего в этом цикле еще не показал собственно буду следить и дальше буду смотреть и дальше и буду набирать и дальше пока есть такая возможность принципе отличная возможность и в принципе я считаю то что не использовать будет глупо дорогие друзья поэтому здраво все оцениваете здраво смотрите и идите за своей целью дорогие друзья если хотели покупать то конечно же формируйте покупки постепенно формирует на страхи и не лезьте тогда когда всем это нужно если всем это нужно то скорее всего киты распродаются скорее всего назревать коррекция когда это никому не нужно когда все боятся скорее всего то в последующем будет рост, и это отличная цена для покупки. То есть если посмотреть на индекс страха и жадности, то видно, где были самые лучшие, конечно же, цены для покупки. Также есть такой график биткоина, в который интегрирован тот самый индекс страха и жадности. И если посмотреть, то, разумеется, на чрезвычайном страхе, а именно на красных отметках, было самое лучшее время для покупки. То есть смотрите, дорогие друзья, заходите сюда, смотрите страх, чрезвычайный страх, либо какое-то другое сейчас настроение, и делаете выводы. То есть на эйфории я рекомендую фиксировать прибыля и забирать то, что рынок дает. То есть купили на красных точках, продали на зеленых, купили на красных, продали на зеленых, и все будет отлично. На данный момент у нас, как видим, здесь более такие нейтральные точки формируются, но здесь нам показывало то, что это было днище дна. То есть здесь было сформировано дно, и это нормально. Здесь я говорил то, что это днище, и в принципе так и получилось, пока ниже мы не сходили. В целом биткоин ниже 30 тысяч долларов я вообще не жду, потому что в принципе я считаю то, что ниже данных отметок не дадут институционалы, которые зашли в данный, разумеется, актив. Они сами будут защищать свои уровни, и вы сами в этом убедитесь, сами посмотрите и сами увидите то, что ниже не дадут, потому что в принципе это глупо. Если они будут толкать цену ниже, то им будет очень проблематично потом ее затолкать наверх. В любом случае они будут толкать цену наверх, потому что им выгодно продавать то, что они накопили, а продавать они будут никак не на лоях, они будут продавать только на хаях, потому они сами будут толкать цену наверх. Заработать еще можно, поэтому используйте момент, разумеется, покупайте страх, продавайте эйфорию и зарабатывайте. Самая простая, наверное, и самая рабочая стратегия, которая только есть. Заходите сюда, допустим, смотрите, какое сейчас настроение, покупаете на красных точках, продаете на зеленых точках, и все, вы в профите, вы в заработке. Так было всегда, так тоже будет всегда, то есть здесь даже думать ничего не надо, просто пришли, заработали, взяли то, что рынок дает и все. Собственно, дорогие друзья, на данный момент я ожидаю еще коррекцию, несмотря на то, что сейчас страх, я покупал на чрезвычайном страхе, потому что я верю в последующий рост по биткоину и, конечно же, это повлечет за собой рост альты, такой как Dash. Собственно, я планирую сейчас делать обзоры на альту, поэтому предлагайте свои альткоины в комментариях, я сделаю разбор вашей монеточки в последующих видеороликах, дорогие друзья. Вот такие планы у меня на биткоин, вот такие планы у меня на Dash и, в принципе, на весь крипторынок. Я ожидаю коррекцию, я набираю, я использую данную возможность. Никогда, дорогие друзья, не сдавайтесь, если пришли, то идите до конца и у вас все получится. Самое главное, имейте здравую голову, самое главное, имейте, конечно же, планы, цели и все у вас будет хорошо. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк, если еще не поставили, также вступайте к нам в Телеграм, потому что здесь самые бычьи и интересные метрики. На сегодня у меня все, всем спасибо, всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok